Анатолий Бибилов подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Текст документа размещен на официальном сайте президентов. В нем подробно расписано, кто и сколько получит. 75 тысяч рублей, в частности, полагается лицам, указанным в подпунктах А, З, пункта 1, части 1, статьи 2 закона о ветеранах. О том, что такие выплаты необходимы, президент говорил еще и во время своего послания народу и парламенту Республики Южной Осетии. Это подтверждает то, что отношение к Великой Отечественной войне, к памяти о подвиге советского народа, к ветеранам и всему, что с этим связано, имеет государственное значение. Также в указе говорится, 50 тысяч рублей выплатить лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Министерству финансов поручено выделить из резервного фонда президента средства на финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа. Что касается того, когда они будут выплачены, то в преддверии праздника Анатолий Ильич, по традиции уже сложившийся, объезжает ветеранов, участников Великой Отечественной войны, с подарками. И вот тогда же будут им вручены выплаты, о которых говорится в указе президента. В Южной Осетии на сегодняшний день 13 ветеранов, участников Великой Отечественной войны и 74 тружеников тыла Великой Отечественной войны. Среди них Василий Джабиев. Когда началась война, ему было 14 лет. С первых дней войны славные труженики тыла работали, не жалея, сел по 10-12 часов. Василий вспоминает, весной они сажали картошку, а осенью собирали. Вся работа проводилась вручную, рыхление, полив, сбор овощей и отправка их на фронт для воинов. Работали все, от мала до велика. По словам Василия, у него постоянно болели руки. Спина была трудна, но они понимали, что тем, кто сейчас на фронте, ещё труднее. За сам отверженный труд Василий Джабиев награждён юбилейными медалями. «Я очень благодарен за такое отношение государства к труженикам тыла. Благодарю всех, кто оказал нам помощь. Лично для меня это очень важно. Спасибо всем». Ветераны, прописанные в Северной Осетии, также получат аналогичные суммы единовременных выплат указом президента России Владимира Путина.